Бартийская церковь на Кавказе Началась практически с одного человека, с Никиты Воронина, потом присоединилась семья его, члены семьи Воронина Они тоже принимали крещение, да? Он их накрестил Да, по всей вероятности так Потом другие молокане водные стали присоединяться к этой первой группе Среди них оказалось очень много таких самородков русских Один из них, вот этот человек Василий Гуревич Павлов Он из семьи потомственных молокан, молокан-переселенцев Судьба его была тоже примечательной еще до его появления на свет На Павлове уже лежал, можно сказать, такой перст Божий Какова предыстория его рождения? У родителей Павлова все младенцы, которые рождались, умирали в младенчестве Они очень горевали по этому поводу Решили молиться Богу об этой нужде И высказали такое обетование, обещание Богу Господи, если ты пошлешь нам младенца мужского пола И он будет здоров, жив, то мы его отдадим тебе на служение Да, посоведим его полностью Тебе на служение Что рождается младенец Крепкий, здоровый И не только крепкий, здоровый, но очень смышленый В пятилетнем возрасте Он уже свободно читает Библию на церковно-славянском языке На церковно-славянском языке Читает Библию А у молока И до сих пор сохранилась такая традиция Привлекать детей к участию в богослужении Вот пятилетнего Василия Ставили на табуретку Или на лавку Давали ему Большую Библию И он читал вслух Главы, отрывки Священного Писания Дома, в семье Вечером В зимнее время, когда меньше было работы Всяких хозяйственных, бытовых Отец часто просил его А ну-ка, Василий Доставай Библию И читай Василий запрыгивал на лавку Доставал с полочки Библию Вот у молокан Там, где у православных Обычный иконостас Иконы, главное в углу У молокана лежали книги Священного Писания И у баптистов, во-первых, тоже Вот такое место было Для книг Это не из книги, сейчас я запоминаю Нет, это Ну, в лавкике там тоже Ребенок был смышлен Он же, он Читал вслух, всегда помните Ну, это вот Такая традиция, наверное, была Которая получила распространение И у молокана, и потом у баптистов В возрасте 16 лет Василий вдруг узнал о том, что кроме Молокан в Тифлисе есть еще баптисты В возрасте В 16-летнем возрасте И стал туда захаживать Стал вопрос задавать Воронину Беседы вести И он сам в процессе Собеседования с Воронином пришел К мысли о том, что надо Принимать крещение угодное Когда он сказал об этом родителям Те были разгневаны Ты что? Хочешь изменить наши веры? Это наши предки Исповедовали такую веру А ты вдруг Баптистам хочешь перейти? Мы тебя туда не отпустим А он все равно продолжал ходить За собрания Отец даже бил его за это Розбу применял за непослушание За посещение баптистских собраний А Василий продолжал это делать Принял крещение Стал членом баптистской церкви А со временем смог убедить И отца и мать И те тоже перешли Сменили гнев на милость, как говорится В баптистской церкви Появилась такая возможность Отправить кого-либо На обучение в Германию В Гамбургскую баптистскую семинарию Ну и выбор, естественно, пал на Василия На способного, на смышленого, грамотного Но нужны были средства, чтобы доехать до Германии И тут отец вспомнил о своем обете Который они дали супругой Еще до рождения Василия Посветить младенца мужского пола на служение Отдать Богу Отец продает часть своего имущества Продает скотину На вырученные средства Покупают билет Деньги на проезд Выделяют Василию Что он едет в Германию Поступает в баптистское семинарию Семинарию баптистское в это время возглавлял Известный миссионер Немецкий Онкен Онкен Онкену очень понравился Представитель от русских баптистов Он сразу сказал своим соработникам, коллегам, что Вот этот молодой человек Будет Выдающимся миссионером для России Павлов был в Германии не очень долго Где-то полтора года примерно Он там очень хорошо поднатарел В немецком языке Он и раньше Начинал его изучать А там вот языковая среда Соответствующая Очень быстрого успеха достиг Попутно можно сказать, что У Василия Павлова был Необыкновенный дар полиглота Дар к усвоению Разных языков В общей сложности Он их освоил где-то 24 или 25 Но не все, конечно, в совершенстве Совершенства немецкие Потом английские Другие он стал изучать Древние языки Ну и, естественно, все Языки народности, которые проживали на Кавказе Тоже была благоприятная такая Обстановка для языков Ну и да, тоже Соответствующая Природная Куда бы он ни ехал впоследствии Всегда при нем была грамматика Какого-либо языка во всех путешествиях Грамматики Языков Либо Это было его Любимое занятие Любимое упражнение Возвратившись из Гамбурга Павлов начал активно Заниматься миссионерством Тифлис Там горные селения Малаканские В первую очередь Это сразу же не понравилось Начальству церковному Появляется молодой Новый энергичный Миссионер Способные Способные Тут же Стали принимать меры Писать Доносы Фодатайства Запретить этому Павлову Переезды Проповедь Взять у него Подписку о прекращении Проповедь Тут Полиция Стала Следить за ним Постоянно В конце концов Приговорили его К ссылке На четыре года В Оренбург Четыре года Ссылка На то, что он Отказался дать подписку В прекращении Миссионерской деятельности Но первая Ссылка Прошла еще более-менее Так сносно Можно было С семьей Заниматься Сельским Хозяйством Находить Средства Для пропитания Под надзором Постоянно Но не было Такого давления И поехал он туда Не по этапу Тюремному А обычным Порядком Закончился Первый срок Тут же стали требовать Чтобы он дал Подписку О прекращении Проповеди Павлов отказался Сделать Его приговорили На второй срок Еще на четыре года Тоже Оренбург Да, тоже Оренбург Опять туда же Но вот второй период Уже другой был Он должен был Добираться до Оренбурга Этапным Этапным Порядком Тюрьмы Пересильные Пароходом Там Из До Батуми Потом поездом До Ростова И так далее Длительное пребывание В пересильных тюрьмах С колопами Идти Ходить В том месте В течение Одной недели Умирают жена Умирают Двое детей Один с другим И он остался Один с Девятилетним сыном Павлом И это было очень тяжело Но Павлов нашел силу Чтобы продолжать Своё служение И там Его приглашали на диспуты В православной семинарии Там православные Малакани Бартисты И Павлов там был главным Диспутантом Главным оратором Он продолжал крестить Новообращенных В Оренбурге И даже зимой В холодной воде Его навещали иногда братья С Петербурга С других центральных Регионов Как церквей И они предложили ему Жениться Да, в воле потерял он Жену Часть семьи А где найти жену Это тоже проблема И тогда Братья приехали в Петербург В Петербургской церковь На вечернем собрании Они оказались И сделать такое Объявление Брат наш такой Василий Гурович Претерпевает Тяжелые обстоятельства В ссылке находится Кто готов разделить его судьбу? И три брата И три брата Одна сестра подняла руку Три брата Да Она ни разу его не видела Ничего о нем не слышала До этого Она несла там служение В одной благотворительной столовой Петербургской Александра Егоровна Ее звали Дали там координаты Началась у них переписка Павлов ее пригласил в Оренбург Они условились Что когда Павлов будет встречать ее на вокзале Как ее узнать? Она должна была держать белый платок в руках Среди толпы Ну вот так они встретились Те же братья приехали Обвенчали их Там на месте Павлов вот фактически был Одним из основоположников Партийского движения И с Ворониным конечно на одну полочку Его нельзя поставить Потому что Воронин был просто Первый Такой первый ласточка Но он не вел такой широкомасштабной деятельности Такого служения как ВГ Павлов А Павлов прошел всю Россию С севера на юг С запада на восток Постоянно были преследования Сроки он получал Две Оренбургские ссылки Потом заключение в крепость, в замке На полгода, там на три месяца Потом снова судебные процессы А в 1924 году Когда уже новая власть настала Но еще не было таких крупных гонений Павлов вдруг изъявил желание Поехать в Азербайджан И проповедовать Евангелие мусульманам Он в это время был в Москве, в Петербурге На Кавказе уже редко бывало Все братья стали его отговаривать Ну зачем? У вас уже есть здоровье? Нет Хватит ли силу духовных, физических, чтобы там служение вести А у него почему-то вот такое было твёрдое желание Ехать на Кавказ, в Азербайджан Я, мол, хорошо знаю мусульман Их традиции, обычаи, характер У меня есть опыт Ну, вот таким образом он стоял на своём Сел в поезд в Петербург, Баку С ним был ещё один брат, сотрудник И когда поезд оказался в районе Моздока То на него напали чеченцы С целью ограбления Когда подошли к Павлову, он сказал Я баптистский проповедник У меня нет ничего особо ценного Потому что есть и Романдан Там, наверное, сколько денег После такого потрясения дорожного У него начались сильные сердечные приступы И когда он приехал в Баку Он слёг от сердечных приступов Где-то два месяца он был в таком состоянии И затем закончился его земной путь В Баку Похоронили его на родине В окрестностях Тбилиси Село Воронцовка Там жили его предки Малакани Родители И там ещё он был похоронен Образовательный ресурс Видеосеминарий ТВС Это ваши пожертвования, мудро вложенные В христианское образование Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию о чём молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Кавказский очаг дал нам много Как мы уже упоминали Известных крупных миссионеров, пасторов Вот это друг Василия Гурича Павлова В.В. Иванов-Клышников Если Павлов получил пусть небольшое, но официальное богословское образование То у Иванова такой возможности не было Ему было 70 лет Иванов тоже из Малакан, из потомственных Потом принял он Баптистское вероисповедание Он был на 8 лет старше Павлова Был пресвитером Баптистской церкви в Баку Что хронологически и исторически это была вторая Баптистская церковь после Тифлисской в истории Первая в Тифлисе возникает, вторая в Баку Её возглавляет В.В. Иванов-Клышников Если Павлов в общей сложности прошёл 40 тюрем в царское время То Иванов ненамного отстал от него 30 царских тюрем Ссылка в Литву, в Прибалтику Не имея официального образования, что Иванов очень славно потрудился на таком, на богословском поприще, можно сказать Написал много статей Такого полемического характера Богословско-полемического Полемика там с православными, с молоканами, с адвентилистами Много статей по церковному домостроительству А внутри церковной жизни, служении Следующий кавказский воспитанник Молоканин, пришедший к вактизму Это Мазаев Была целая династия Мазаевых Но самым таким крупным представителем был Дей Дей Мазаев Это старорусское имя Мазаевы были овцеводами Предприниматели овцеводы На Северном Парказе Ставрополье Огромные в Латифундии хозяйства овцеводческие Есть порода Коронных овец Которая в энциклопедии еще советская Числилась как Мазаевская Новую породу Дей Мазаев Новую породу коронных овец Ее так обозначили Мазаевская У него брат был Андрей Мазаев И еще один Гавриил Мазаев Три Мазаева Гавриил, Андрей, Дей Крупные миссионеры, пасторы Ну а из-за того, что они еще были и крупными предпринимателями Они могли в материальную базу баптизма создать неплохую На их средства строили молитвенные дома во многих местах Вот в Омске до сих пор сохранился молитвенный дом построенный одним из Мазаевых В Ростове там личный дом Мазаева сохранился Наши верующие пытаются там ходатайствовать, чтобы заполучить дом Мазаева Свою собственность Но это очень трудно доказать, что давно должны быть Или свидетели живые, коих уже найти невозможно Или основательные архивные документы Что там были богослужения Не только его личный дом был, но еще и проходили собрания Если это можно будет доказать в суде тогда Есть некоторые шансы, чтобы передали его во владение верующим Ну и конечно еще одна фигура кавказского происхождения Мы о ней тогда поподробнее позже будем говорить Это про Ханов Это герой книги «Счастье и затерянной жизни» Ну там он, наверное, упоминается, но не является центральным Это Хратов в основном свою биографию, но Да, параллельно там о многих деятелях Евангельского движения Проханов тоже из Малакан У Проханова такая была судьба Извиристая Вначале в Малаканской семье Затем он в аппийскую церковь переходит Проханов жил в обладе Кавказе Родился и жил в обладе Кавказе Потом переезжает в Петербург И начинает учиться в технологическом институте И там примыкает к евангельским христианам И впоследствии становится лидером евангельских христиан Это вот ветвь родственная, очень антартистно, параллельная ветвь Ну о нем тогда мы позже в другом разделе Поподробнее поговорим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok